МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мир горит за океаном, потирают руки". В который раз, прошу заметить, ведь на этом кострище можно поджарить бесплатный многомиллиардный шашлык, укрепить зеленый доллар и положить его в бездонный американский карман. Мы полагаем, что Соединенные Штаты способны как поддерживать Украину в Европе, так и помогать нашим союзникам в Индотихоокеанском регионе, ровно как и обеспечивать поддержку в трудную минуту для нашего близкого союзника Израиля. Пусть горит, это выгодно и прибыльно. Разделяй и властвуй. Подливай бензин костер и грей около него свою военную промышленность. Вторжение в Афганистан. Вот войск на Филиппины. Военные действия в Либерии, столкновения с сирийскими пограничниками, Иракская война и свержение режима Саддама Хусейна, воздушные удары по Сомали. Вот войск на Гаити, попытка переворота в экваториальной Гвинеи, вторжение в Пакистан, война в Южной Осетии, в Ливии со свержением и убийством главы государства. Война в Сирии, а после уже на Украине. Теперь Йемен и ракетные удары по нему. А прямо сейчас участие в ближневосточном конфликте. Все это преступления соединенных, крайне демократических и миролюбивых штатов. А ведь это всего лишь за 22 последних года. Доллар сам себя не зарабатывает, ресурсы сами по себе не появятся. Отнимай, убивай, зарабатывай. Идеальная доктрина государства, которая считает себя политическим и мировым гегемоном и законодателем порядка. Моим вторым приоритетом является усиление нашей поддержки Украины и ее дальнейшее сближение с НАТО. Мы должны выполнить перечень мер, согласованных на саммите в Вашингтоне и обеспечить финансово необратимый путь Украины к членству. И мы должны поддерживать эту страну и в будущем, поскольку законное место Украины в НАТО. Вернемся к нашим баранам. Дело в том, что, по сути, Украину сегодня отодвинули на второй план из-за конфликта на Ближнем Востоке. И товарищу Зе это очень не нравится. Расшифровывают. Сегодня у Европы и США не хватит ни средств, ни сил, ни инструментов держать пылающими два огня, и какой-то из костров потребуется притушить. И это явно будет не израильский. Потому что Нетаньяхо окончательно разошелся, и обратного пути у него уже нет. А из этого следует, что украинский Гетман может вот-вот остаться без средств и веществ поддержки, которые перед зимой просто критически важны. Блок «Патриоты за Европу», который часто считают пропутинским из-за скептического отношения к Киеву, сейчас является третьим по величине в Европейском парламенте. Это знак того, что ситуация меняется в пользу Путина. Немецкий чиновник, который раньше критиковал нерешительность своего правительства в поддержке Киева, на прошлой неделе признал, что, похоже, война заходит в тупик, и мы не можем вечно за это расплачиваться. Киеву придется посмотреть правде в глаза. На Ближнем Востоке ставки подняты настолько высоко, что трудно себе представить нынешнее израильское политическое руководство воздержавшимся от ответного массированного удара по Ирану. Думаю, вы в курсе недавней проверки израильского железного купола. Если сионистское гособразование нападет на нас, возмездие будет даже более жестоким, чем предыдущее. Ответ будет пропорциональным и тщательно рассчитанным. «Мы не начинали конфликт, мы лишь дали ответ на удары по иранским землям, по иранскому консульству в Дамаске, дали ответ атаки на иранские интересы». Не Таньяху этап за этапом взвинчивал всю ситуацию в регионе с молчаливой поддержкой штатов. И если он сейчас отступит, его просто разорвут собственные соратники. Остается только реальный Армагеддон, который действительно спишет все и со всех. И эта точка кипения на Ближнем Востоке полностью смещает акцент с украинского региона. Иран совершил большую ошибку и за нее заплатят. Иран недооценивает нашу решимость защищать себя и мстить нашим врагам. Кто бы ни напал на нас, мы нападем на него. «О, это касается Иудеи и Самарии. Это касается Газы, Ливана, Йемена и Сирии. И Ирана тоже. Мы всюду будем сражаться с осью зла. Всюду». Байден считает, ну, будем думать, что он действительно в состоянии что-то там еще считать, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить, но не стал уточнять, планирует ли он направить войска для помощи Израилю. Сейчас активно обсуждается, надо ли отвечать Ирану и как. Это еще надо выяснить. Мы на постоянной связи с израильским правительством. А у Израиля, между тем, есть три варианта ответного удара по Ирану. И, честно говоря, один хуже другого. Но от западных политиков полный штиль. На этом фоне довольно неожиданно прозвучало заявление Макрона. «Мы выражаем свою солидарность с Ливаном. Мы единогласно выступаем за немедленное прекращение огня и выражаем свою приверженность деэскалации напряженности в регионе. Мы хотим мира и безопасности для всех». О воскресенье не Таньяхо и Макрон поговорили по телефону. И израильский премьер сообщил президенту Франции, что ожидает от него поддержки, а не ограничений. Вуаля! Париж поставили на место. Как отреагировали на призыв Макрона в США? Никак. Там не только продолжают поставки оружия Израилю, но и обсуждают с его руководством варианты удара по Ирану. Допускают атаку на иранский энергетический сектор. Что будет в ответ? Иран ударит по Израилю и его энергетическим объектам. Привет! Экологическая катастрофа. А взбесившийся не Таньяхо в свой ход примет против Ирана ядерное оружие. Ну в какое же чудесное время мы живем. Мы должны создать единый пояс обороны для защиты независимости всех исламских стран от Афганистана до Йемена. Интересы защиты ислама определяют нашу судьбу. Защита ливанцев и жителей газа является законным правом, которое мы защитили благодаря блестящей работе наших вооруженных сил. Мир толкает катастрофе кукловоды за океаном. И в Европе это понимают, но поделать ничего не могут, как и остановить закусившего удила Нитаньяху тоже не в состоянии. Европа попросту не способна на это. Она не только не может занять последовательную позицию по защите своих интересов, но даже громкие заявления та же Франция делает, не веря в то, что они будут услышаны. Сумбурно получилось, наверное. Тема обширная, а зарево костра растет до небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова